Посмотрим для поля вещественных чисел, что такое группа Гротендика и что такое группа Витта. Смотрите, все соотношения для вещественных чисел превращаются вот во что? В то, что есть форма, у которой коэффициент положительное число, а есть форма, у которой коэффициент отрицательное число. И никаких соотношений между ними нет, потому что, представьте себе, А плюс Б, это у нас А плюс Б, плюс А плюс Б умножить на АБ. Если оба А и Б одного знака, то все четыре в этой строчке одного знака. Если в левой части А и Б разных знаков, ну, соответственно, в правой части тоже будут два числа разных знаков. Между прочим, таким образом мы доказали закон инерции Сильвестра. Есть такая важная тема при изучении геометрии, что есть такое понятие количество положительных, количество отрицательных, и что вот никаким преобразованием оно не меняется. Мы доказали. Оказывается, что это просто мгновенное следствие самого существования группы Гротендика и вот того, какие соотношения. Теперь, группа Витта получается, если мы накладываем соотношение, что форма х квадрат минус у квадрат это 0. Ну, соответственно, получается не свободная два порожденная как группу Гротендика, а свободная один порожденная группа Абелева, порожденная, например, единицей, ну, или если угодно, минус единицей. Теперь, пусть у нас есть конечное поле. Ну, тогда половина, разумеется, q не делится на 2, у нас все время характеристика поля не двойка, то есть q это степень нечетного простого числа. Так вот, тогда половина элементов квадраты, половина не квадраты, и, соответственно, группа Гротендика порождена элементами 1 и g, где g это любой не квадрат. Теперь давайте подумаем, почему 1 плюс 1 это то же самое, что g плюс g. Да потому что мы уже много раз видели, что когда берешь форму, не вырожденную над конечным полем от двух переменных, то она представляет все элементы. Поэтому в виде x квадрат плюс y квадрат число g представимо. Берем такой вектор x, y, берем перпендикулярный, в смысле нашей квадратичной формы к нему, и получаем вот это соотношение. 1 плюс 1 это g плюс g. Так вот, никаких других соотношений, как легко понять, нет. А что такое группа ВИТА для конечного поля? Опять, q это степень нечетного простого числа. Оказывается, если минус единица не квадрат, то это будет циклическая группа из четырех элементов. А если минус единица квадрат, то это прямая сумма двух групп, каждая из которых состоит из двух элементов. Объяснить это очень легко. Вот у нас на правой доске есть нижняя строчка. Посмотрим, как она записывается, если минус единица это квадрат. Смотрите, тогда получаем 1 плюс минус 1 это g плюс минус g. Так это же нули. И действительно получается вот это вот соотношение, что если минус единица квадрат, то прямая сумма двух элементных групп. Если же минус единица не квадрат, то можно считать, что g равно минус единица, потому что в качестве g мы могли взять любой не квадрат. И тогда соотношение записывается в виде 1 плюс 1 это минус 1 плюс минус 1. Перенося оба слагаемых из правой части в левую и вспоминая соотношение витта, получаем, что 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 это 0. Это и есть соотношение, которое задает циклическую группу порядка 4. Вот так мы вычислили группы Гротендика и Витта для вещественных чисел и для конечных полей характеристики не 2.